Доброе утро всем! Поставьте плюсики, как меня слышно. И пятерочки, видно ли слайды? Отлично! Итак, мы начинаем. Поехали! Всем привет-привет! Доброе утро! С вами сегодня Наталья Варгина, значит, сегодня среда. И мы зажигаем. Поехали! Ребят, ну давайте, делитесь, хвалитесь, рассказывайте, как прошел у вас вчерашний день, какие планы у вас на сегодня, что поднимает вам настроение, что движет вас вперед. Делитесь своими впечатлениями. Всем-всем-всем, что у вас накопилось. И хочу сейчас спросить, есть ли в комнате новички? Те, кто пришел совсем недавно. Поставьте три пятерочки. Пошли пятерочки, отлично! Приветствую вас, новички! Хочу вам пожелать успешного быстрого старта, да, и чтобы вы освоились быстро, быстро вошли в курс дела, разобрались в сути бизнеса и пошли вперед-вперед-вперед с центростремительной скоростью. Мы вам в этом поможем обязательно. И сегодня моя планерка больше, конечно, для новичков, но и вообще для всех. Я хочу дать вам несколько советов, которые помогут вам справиться со страхами, сомнениями. Ну, для начала хочу всех спросить, да, есть ли у вас какие-то сомнения? Может быть, вы сомневаетесь в себе, не уверены до конца в себе, да? О, пять собеседований, вводник, отлично! Запуск после бизнес-школы. Ну, как всегда у наших лидеров насыщенные дни, да, активные. А еще я вчера очень сильно завидовала Лиле с Мишей, потому что они посетили театр. Вообще круто! К нам в Саратов приезжал Аверин, и вот они как раз-таки не упустили эту возможность, да, и сходили на Аверина. Класс просто! Я тоже вообще, у меня в планах в марте посетить театр, обязательно, обожаю театр. Ребят, вообще, кто ходит в театры, если кто-то не ходит, я вам вот рекомендую. Там такая энергетика суперская, она очень сильно заряжает и окрыляет. Я обожаю театры. Так, ну и не отвлекаемся от нашей темы. Продолжаем нашу планерку. Так, итак, я спрашивала про сомнения у новичков, и не только у новичков, вообще, может быть, все-таки у кого-то еще сидит жучок, да, что там какие-то сомнения есть, что... Вдруг я не смогу, ну или были в начале, да, там, например, что, а вдруг я не смогу, а вдруг у меня не получится. Может быть, я делаю что-то не так. Я не такой, как все остальные. У них они энергичные, они позитивные, у них все получается, а у меня нет. Ребят, было у кого-нибудь или сейчас есть, грызет вас такой жучок, сидит у вас такой тараканчик. Вот, ребят, особенно новички, вам прям совет, совет, совет. Когда у вас такое начинается, Лиль, я не сомневаюсь, что у тебя нет. Когда у вас такое начинается, да, или есть такое, не сидите в одиночестве с этим таракашкой, иначе он вас загрызет просто. Срочно, срочно бежим к спонсору, срочно. Спонсор поможет во всем, обязательно поможет. Спонсор, он развеет все ваши сомнения, он придаст вам уверенности в себе, потому что даже если вы не верите в себя, спонсор верит в вас. Потому что спонсор – это тот человек, который прошел путь, в начале которого стоите вы. Поэтому, если вдруг у вас что-то, то обязательно звоните. Вот вы звонили спонсору, общались с ним на эту тему, скажите, кто звонил и кто общался. Поставьте единички. Вот что-то у вас, какие-то сомнения появились, какие-то трудности, да, появились. Вы обсуждали их со спонсором? Кто это делает? Ставьте единички. Вообще рекомендую всем обязательно каждый день общайтесь со спонсором. Тем более, когда вы только начинаете. Это просто необходимо. Вот я даже поставила вам такую картинку призывающую, да, ты каждый день общаешься со спонсором. Ребята, это не просто картинка, это реально очень важно. То есть, понимаете, если вы будете в одиночестве переживать все свои страхи, все свои сомнения, то может случиться так, что действительно они победят вас, да, и они не дадут вам двигаться дальше. Но это настолько просто, да, от них избавиться. Но нужна, конечно, помощь человека, который уже все это пережил. Я вам скажу, ну, я не знаю, с точностью, наверное, до 100%, что все, абсолютно все, кто приходит в этот бизнес, они стоят на той точке, да, на точке отсчета, на которой сейчас находятся новички. То есть, у всех был ноль. Даже все, даже те, кто зарабатывает сейчас миллионы, да, кто зарабатывает хорошие зарплаты, кто получает уже автомобили от компании, они все были на вашем месте, абсолютно все. Даже такой лидер номер один, да, как Владимир Полежаев, все знают Полежаева? Поставьте плюсики, кто знает. И минусы, кто не знает. Отлично. Ну, будем надеяться, что знают все те, кто не знает, обязательно посмотрите его ролики. Вот, это просто, я не знаю, мега-мега человек, мега лидер, да, который нам посчастливил, что он именно в нашей компании. У него многому можно научиться, и я вам рекомендую учиться. Обязательно учитесь у успешных людей. Обязательно. Ребят, если вы хотите стать успешными и богатыми, то обязательно общайтесь с богатыми и успешными людьми. Потому что, если вы будете общаться, допустим, с тетей Машей, да, около подъезда, и она посоветует вам, например, не идти никуда, да, сидеть рядом с ней, сесть на лавочке и грызть семечки, обсуждать там успешных людей, да, и говорить, что они там нехорошие люди, и они там воры, обманщики, грабители и все такое, вот, то вы тоже станете точно такими же тетями Машами, да. А если вы хотите быть богатыми и успешными, то смотрите на успехи других людей, учитесь у них, и у вас тогда все получится, и вы тоже станете богатыми и успешными. То есть мы, понимаете, мы впитываем то, что, ну, ту среду, в которой мы находимся. Поэтому если вот кем вы хотите стать, туда и стремитесь, к той среде. Вот, смотрите, вот когда вам, вот чему вас могут научить богатые люди, да, они могут вам рассказать о том, о своем опыте и научить вас своему опыту, и научить вас, как пройти этот путь. А бедные научат вас жаловаться на жизнь и оставаться бедными. Вот почему так происходит? Я вот такой вот поставила вам слайд, да, смотрите, успешные люди, они помогают другим, и они становятся еще более успешными. Их заряжает успех других людей, их заряжает то, что они помогают другим людям, да. А вот неуспешные люди, они радуются неудачам других, потому что им кажется, что, ну, вот я неудачник, да, а есть тот, кто неудачливее меня. И они обязательно будут, да, поджуживать, там, какие-то пакости делать, чтобы вам было хуже, чем им. Они подпитываются именно этой энергией. Поэтому никогда, никогда старайтесь, старайтесь вообще прекратить все общение с теми людьми, кто жалуется, да, кто завистливый такой человек, да, обязательно с ними нужно прекратить общение, если вы хотите стать успешными. Вы сами почувствуете, вы будете чувствовать таких людей, и у вас, понимаете, со временем вы сами будете от них отходить. Поэтому обязательно вставайте на сторону успеха. Итак, значит, идем дальше, да. Ребят, я вот, знаете как, вот всем рекомендую, да, тем особенно, кто вот только начинает, да, и еще думает, буду я, не буду, да, смогу я, не смогу, относиться к своему бизнесу точно так, как вы относитесь к своему ребенку. Ваш бизнес – это ваш ребенок, ребят. Вот смотрите, да, я всегда это, может быть, конечно, для кого-то это будет жесткое, да, сравнение, но оно очень такое продуктивное, да. Смотрите, вот у вас родился малыш, да, ваш долгожданный, ваше чудо, ваше счастье. Вы начинаете его оберегать, да, вы начинаете ему помогать. Они все у нас разные. Кто-то у нас хулиганистый, да, но они все у нас бывают и хулиганистыми, и капризничают, и болеют малыши, да, все бывает, потому что пока малыш вырастет, мы проходим очень много разных трудностей. Но он, когда у нас рождается, мы возлагаем на него большие надежды. Мы верим в то, что он станет счастливым, успешным, и делаем для этого все правильно. Мы хотим, чтобы наш малыш правильно рос, развивался, чтобы он был здоровеньким, чтобы он был умненьким у нас. Правильно я говорю? Согласны со мной? Поставьте плюсики. Да, вот мы своего ребенка холим и лелеем, да, и, допустим, смотрите, наш ребеночек, да, начал болеть, либо он пошел в школу и не очень хорошо учится, да, что мы будем делать? Вот что мы будем делать, чтобы что-то изменить, да, вот наш ребенок заболел, что мы будем делать? Наш ребенок не слушается нас, да, непослушный у нас такой, капризный. Что мы будем делать? В школу пошел, да, где-то там не дотягивает. Что мы будем делать? Конечно, мы будем ему помогать. Конечно, мы будем его поддерживать. Мы будем делать все, чтобы изменить эту ситуацию. Правильно? Мы же не сделаем так, что, а, да ну его, я не смогу его воспитать. У меня не получается. Вот он все время болеет, вот он все время капризничает. У меня вот никак не получается, я не могу, я устала, я устал, да. Все, я вообще, я вот бросаю его, пойду себе нового рожу. Мы разве так делаем? Да мы будем биться, мы будем, я не знаю, выворачиваться наизнанку, но мы будем делать все, чтобы наш ребенок стал таким, каким мы хотим, да, чтобы у него было в жизни все хорошо, все удалось. Вот, ребят, с нашим бизнесом то же самое. Когда вы приходите, ваш маленький бизнес, он такой беспомощный, он еще нуждается в вас, да, вы ему очень нужны. Вы должны ему помогать развиваться, расти, становиться на ноги, увеличивать свои объемы, да, становиться взрослым, самостоятельным. И вот очень много нужно будет пройти трудностей, да, но когда он вырастет, точно так же, как ваш малыш, да, он будет вам помогать, он будет работать на вас, он будет вас обеспечивать и заботиться о вас. Но для того, чтобы это все произошло, нужно приложить усилия. Правильно я говорю? Ребят, вы со мной согласны? Напишите, кто согласен, кто не согласен. Поэтому, ребята, относитесь к своему бизнесу точно так, как к вашему малышу. И тогда вам будет просто справиться со всеми трудностями, со всеми трудностями абсолютно. Вы не будете видеть никаких препятствий, вы не будете ныть, да, и плакать, и жаловаться на жизнь, что у вас не получается, что вот у других получается, вон они какие молодцы, а я не такой. Вы не будете этого делать, вы соберете всю волю в кулак и будете идти к успеху. Поэтому не останавливайтесь. Вот я поставила вот этот слайд, да, и хочу вам сказать, что он очень-очень такой емкий, да, обязательно его запомните или запишите. Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель, меняйте свой план действий. В этом вам, я добавлю от себя, в этом вам поможет ваш спонсор. Что-то не получается, обязательно обращайтесь к спонсору. Вернусь вот к этому слайду, опять к призывному слайду, да, ты каждый день общаешься со спонсором. Ребята, общайтесь. Спонсоры ждут этого. Они очень рады, что вы им звоните, что вы в них нуждаетесь, да, что вы общаетесь с ними. Потому что если вы сидите в сторонке, да, потихонечку там один переживаете это все, то вам будет сложно. А когда мы команда, вообще обращайтесь ко всей команде. У нас есть чаты, у нас вообще классная команда. Все позитивные, все готовы помочь. Вот только какой-то вопрос в чате возникает, сразу все помогают. Поэтому, ребят, это командная работа, это командный бизнес, и мы должны быть командой. Итак, подведем итог. Вопросы есть какие-нибудь сначала? Для начала я отвечу на ваши вопросы. Есть вопросы у вас? Так, если вопросов нет, то подведем итог сегодняшний, да. Итак, первое, что вы должны делать, это обязательно общаться со спонсором. Обязательно. По любым вопросам должны решать все вопросы со спонсором. Второе, обязательно слушаем успешных людей. Не тетю Маню возле подъезда, да, не кого-то там еще, кто, не успешных людей, которые будут говорить, что у вас ничего не получится. Они будут это говорить, потому что они боятся, что у вас что-то получится, и вы будете успешнее, чем они. Им будет от этого плохо. Они будут вам завидовать, и им будет плохо от того, что они не могут так, как вы. Поэтому обязательно слушайте только успешных людей. Только они приведут вас к успеху. И обязательно помните о том, что ваш бизнес – это ваш ребенок. Ну вот такая у меня коротенькая сегодня планерка, она подошла к концу. Надеюсь, что я сегодня была вам полезной, что я зарядила вас чуть-чуть на сегодняшний день. У меня сегодня тоже активный день, я сейчас жду курьера, он привезет мой заказ. Я побегу по клиентам разносить заказ. Сейчас у меня на очереди уже вводник. Сначала вводник проведу. У меня сегодня три вводника. Далее, конечно же, работа с командой и созвоны. Собеседование, собеседование. И, конечно же, на первом месте рекрутинг, рекрутинг и рекрутинг. Это первое, он должен стоять у нас на первом месте. Это двигатель нашего бизнеса. Все, ребят, всем удачи. Всем спасибо. Сейчас не расходитесь. И я очень рада объявить, что наконец-то сегодня со мной в паре работает наша Академия Красоты. Я уже соскучилась по ним. Они как-то переносили свои встречи с нами на другие дни. А сегодня они снова со мной. Я этому очень рада. Поэтому девчонки сейчас проведут нам Академию Красоты. И опять-таки научат нас быть, как стать красивее, здоровее и богаче, конечно же. Всем успехов, успешного дня всем, ребят. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Академия Красоты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...